Девушки отдыхают У него есть двойник И как вообще появляются в мультфильме новые персонажи? Давайте разбираться! Вспомним все! Мы уже рассказывали, как создаются мультфильмы о фиксиках Если вы сейчас наберете в поиске секреты фиксиков Сможете найти и посмотреть несколько историй О том, какими могли стать наши герои и какими оказались Как создают и раскрашивают их трехмерные модели Как пишут сценарии Что такое риг и шейдинг Кто каких персонажей озвучивает Тем, кто начинает смотреть фиксиков сейчас Кажется, что эти герои были с нами всегда Родители Дим Димыча Одноклассники Симки и Нолика Профессор Чудаков и Лизонька Катя, ее мама и Хамелеон Близнецы Фрик и Гик И их неугомонная бабушка Бася Но в самых первых сериях фиксиков Даже папу и маму Дим Димыча никто не видел От них на экране были только ноги Как же появляется в мультфильме новый персонаж Особенно, если это фиксик Ведь фиксики – это большой-большой секрет Как они выглядят на самом деле Точно не знают даже сами художники-мультипликаторы Только догадываются Поэтому сначала они рисуют эскизы И образ героя может очень сильно измениться Посмотрим вместе, как это бывает Во втором сезоне фиксиков мы узнали Что у Синки и Нолика есть друзья-одноклассники Не сразу удалось угадать, как они выглядят И как их зовут Мы знали только, какие у них характеры И долгое время называли этих фиксиков условными именами Энерджайзер Умник Хохотушка И блондинка В итоге зрители познакомились с Файером, Игриком, Шпулей и Вертой Школа фиксиков находится в лаборатории ученого Гения Евгеньевича Чудакова Невероятный человек У него есть ассистентка Элизия Профессор зовет ее Лизонькой С Чудаковым связано маленькое чудо Нарисовал профессора художник Юрий Пронин А позже выяснилось, что в реальности существует очень похожий на него человек И вы не поверите, тоже носит фамилию Чудаков Совпадение? Не думаю Только зовут его Николаем, а не Дением Евгеньевичем Момент встречи художника со своим персонажем А помните, как в мультфильме «Фиксики против Крабботов» Лизонька раскрылась с совершенно неожиданной стороны? Можно ли было вообразить, что она великолепно управляет мотоциклом? Это было круто! Кстати, о Кате Мы давно привыкли, что в сериале есть лучшая подруга Дим Димыча Редкая история о «Фиксиках» теперь обходится без нее Нам кажется, что она была с нами всегда Впервые Дим Димыч упоминает Катю в одной из первых серий «СМС-ки» Ой, это же Катя забыла! Катя! Катя! Но знаете, сколько лет прошло, прежде чем Катю увидели? Шесть! Все это время никто не знал, как она выглядит Конечно, все мечтали на нее посмотреть Какая она, подружка Дим Димыча? Художникам пришлось поломать голову Варианты были самые разные Такой образ выбрали бы вы? Дим Димыч, это к тебе И вот Катя появилась на экране В первом полнометражном фильме «Фиксики. Большой секрет» Привет! А позже и в сериале Кто помнит, в какой серии? В фильме «Фиксики против кработов» нас ждала встреча сразу с несколькими новыми героями Эрика В прошлом подруга и однокурсница гения Евгеньевича Чудакова А теперь ученый, чья цель вызвать профессора на дуэль И победить с помощью изобретенных ею роботов-кработов В фильме мы увидели ее такой Но на первых эскизах она выглядела совершенно иначе А вот как рождались на свет ее помощники – кработы Во втором фильме мы познакомились и с двумя новыми фиксиками Альтом и Мегой Симка и Верта с ними переписывались А потом решили позвать на помощь, чтобы выиграть состязание с Эрикой и кработами Но если Альт оказался примерно таким, каким Симка его и ожидала увидеть То появление Меги стало неожиданностью для наших героев Особенно для Верты Появление второго фиксика еще связано с недоразумением То есть его сначала принимают за мальчика Потому что познакомились через интернет, по фотографии И этот мальчик оказывается братом нашего нового фиксика А сам новый фиксик оказывается девочкой И со смешной такой солнечной прической Сперва была даже версия, что зовут ее не Мега, а Сэм А кто подарил свой голос Альту? Блогер Дима Сыендук Да ладно! После того, как фильм «Фиксики против кработов» показали в кинотеатрах Зрители часто спрашивали, увидим ли мы еще когда-нибудь Альта и Мегу Что ж, может быть, если очень-очень этого захотеть Кто-то из них и надумает снова навестить наших фиксиков Чуть не забыли про паучка-жучку Поначалу она была двумерной, как мы И в приключениях фиксиков и Дим Димыча не участвовала А только помогала фиксикам рассказывать об устройстве приборов и правилах безопасности Но все так ее полюбили, что в третьем сезоне появилась трехмерная модель жучки И вышло несколько серий с ее участием Но к четвертому сезону уже очень хотелось чего-то новенького Так в классе фиксиков и появились новенькие близнецы Фрид и Гик А с ними их приемная бабушка Неугомонная путешественница Бася Вы же помните, что она нашла близнецов на свалке И если бы не Бася, братья навсегда превратились бы в шестеренки Ну а как же создавались их образы? Посмотрим! Бася привыкла к странствиям и не любит засиживаться на месте Даже дедусу не удастся ее удержать Хотя ему бы этого очень хотелось Поэтому в пятом сезоне фиксиков Бася и близнецы отправятся в большое путешествие А нас ждет знакомство с новыми героями И не совсем забытыми старыми А вот с кем именно? Пока это большой секрет Но чуть-чуть поделимся В пятом сезоне появятся и новые люди И даже один фиксик Надеемся, вы будете рады Кыдыщ! До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok